Продолжение следует... И теперь это обстоит именно так. Как в утробе могли оказаться натрезимы? Почему они так сильно связаны с Ривендреттом? И кто такой на самом деле Сир Динатрий? Обо всем поподробнее в этом видео, но для начала предлагаю сходить в рейд. А спонсором данного видео является рейд шадоу леджендс. Используй мои ссылки в описании под видео, чтобы скачать себе рейд на смартфон или пк. Собери, экипируй и улучши свою команду героев для начала нового захватывающего путешествия. Теперь вы можете играть в рейд как на мобилке, так и на пк. Обе версии абсолютно бесплатные. Тут вы можете сражаться вместе со своими товарищами с главным боссом и выбивать крутые артефакты. А в режиме битвы на арене вы можете проверить свои силы в сражении против других игроков и добыть себе славу. Соревнуйтесь со всем сообществом игроков рейд, сражаясь в гнезде паучихи, на плато ледяного голема со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. А еще в мае рейд запускает патч 1.15, который откроет новые возможности турниров на арене. Зарабатывайте дополнительные бонусы в локальных и глобальных турнирах. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходите в описание под видео, качайте рейд только по моим ссылкам и получайте 100 тысяч серебряных монет, запас энергии, 50 рубинов, а также крутого чемпиона палача в качестве бонуса. И поторопитесь, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Удачи и жду вас в рейде. Хочу сказать, что видео носит лишь теоретический характер, но каждое свое предположение я попытаюсь объяснить реальным фактом. Сир Динатрий. Замок Натрия. Натрия Зимы. Очень схожие названия, и я думаю, что у каждого из вас хоть раз проскакивал вопрос, как все это может быть связано между собой. По легенде, Сир Динатрий создал мир Ривендрета из пустоты. С начала времен царство греха не знает, что такое солнечный свет и купается во тьме вечной ночи. Но откуда прибыл сам Динатрий до создания мира? Мы знаем, что Натрия Зимы – выходцы с планеты Натреза. Натреза – мир, состоящий из нескольких скал, пропитанных могущественной магией. Возможно, все Натрия Зимы давным-давно были воссозданы из магических камней, ровно так же, как и камнерожденные, вырезанные из камня камнетворицей в Ривендрете. Посмотрите, я вселяю аниму в камень, и из него выходит, казалось бы, Натризим. Но данное существо намного глупее и примитивнее известных нам Натризимов. И это можно связать с тем, что только благодаря камням, пропитанным могущественной магией на планете Натреза, известные нам Натризимы стали такими умными, хитрыми и сильными. А Пылающий Легион подарил им дополнительную мощь в виде крыльев и магии Скверны. Получается, Динатри пришел в Ривендрете как беженец с планеты Натреза и организовал свой собственный мир. А может быть также и то, что он умер на своей планете и уже в своем посмертии организовал свое собственное царство. Посмотрите, Сир Динатри по своему внешнему облику очень похож на Натризима. Но у него нет крыльев и на руке пять пальцев вместо четырех, как у известных нам Натризимов. Хотя некоторые художники Близзард изображали и Натризимов с пятью пальцами на руке. Но что их еще связывает? Конечно же способности вампиров. Тяга крови. Мы знаем еще из третьего Варкрафта, что у Натризимов была вампирская аура, позволяющая при ударе вытягивать здоровье из врагов. Откуда все это взялось? Также и у Малганиса в Героях Шторма есть вампирская аура. Более того, он может превращаться в стаи летучих мышей, что тоже само по себе имеет связь с вампирами. Но вы понимаете, летучие мыши, вампиры, кровь, граф Дракула и все такое готическое. Добро пожаловать. Но самое интересное, что в альфа-версии Heroes of the Storm Близзард планировали ввести артефакты для героев, улучшающие характеристики персонажа, и среди них был Натризимский кровавый шар. Так много связей Натризимов с вампирами, но почему нам в открытом виде никогда не преподносили то, как Натризимы упиваются кровью? Эти существа живут за счет людей, питаясь и кровью. А я вам скажу, раньше лор был совсем неупорядоченным. И все делалось очень быстро. Это сейчас мы с вами знаем космологию и копаем вглубь истории. Способности вампиров были переданы Санлейн. И сделано это было для того, чтобы заменить Натризимов, которые остались верными Пылающему Легиону. То есть по сути, если бы Натризимы остались у власти Короля Лича, то мы никогда бы не увидели Санлейн. В Ревендрете обвинительница говорит Динатрию, когда-то ты наводил ужас, а теперь ты не испугаешь и ребенка. В английской локализации это звучит как You were uns the lord of dread. Может ли это означать, что когда-то Динатри был владыкой ужаса, дредлордом, то есть Натризимом? Также Динатри использует такую же анимационную осанку, что и Натризимы. Надеюсь, вы увидели очень много связей Динатрия с Натризимами и я помог вам разобраться в данной ситуации. Мы ни разу до Shadowlands не слышали про существование Ревендрета. Сейчас он появился вместе с огромным куском нового лора. Появилось также и много сюжетных дыр, которые латаются на ходу, а то и вовсе никак не исправляются. Но то, что на самом деле оказывается Натризимы выкрали шлем Всевластии и доспехи из Утробы. А как они туда попали? А как они смогли оттуда выбраться? Ведь это одно из самых страшных мест во вселенной, как заявляет Blizzard. Я думаю, что им помогла связь с Ревендреттом и то, что Динатри был тоже отчасти с этим связан. Вероятно, что именно он помог своим былым собратьям провернуть такую масштабную операцию по похищению ценнейших артефактов. И возможно, что именно Динатрия мы должны благодарить за то, что на Азероте однажды появился король Лич. Мельчайшие подробности данного сюжета мы узнаем уже позже по мере поступления новой информации. Но общий концепт с этим местом и с этим персонажем мы уже увидели. Более того, посмотрите на Латраксиона. Он отказался от былых прегрешений и лишился своих дьявольских врагов. Я думаю, что то же самое произошло и с Иллиданом, если бы он принял сторону света. Вполне возможно, что первоначальный облик Натризимов как раз таки и был таким же, как и у Динатрия. А уж после, выбрав дальнейшую сторону, те приобрели дополнительные особенности внешнего вида. Также посмотрите на первоначальный концепт расы Натризимов. Они выглядят как те самые винтиры, созданные Динатрием. Только еще дополнительно обладают крыльями и большущими когтями. Я еще раз хочу сказать, что с выходом Shadowlands мы стали лезть вглубь истории и от этого стало появляться все больше вопросов. Пока что на все мы ответить не можем, но в этом ролике я постарался связать множество фактов воедино, чтобы сложилась цельная картина мира Ревендрета и участь Натризимов. А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Для вас был рад стараться Лунный Монах. Поддержите канал своим царским лайком и подпиской. Новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok